Привет всем! Сегодня такой внеплановый, очень короткий книжный обзор. Собственно, обзора даже не будет, потому что эту книжку просто надо брать. Совершенно случайно, во время обмена мнениями в ЖЖ, мне подкинули ссылку, что оказывается, первая книга Робина Бейкера, которая в оригинале называется Sperm Wars, таки переведена на русский язык и продается в данный момент, например, на озоне. В переводе она называется «Постельные войны», что, конечно, не совсем точно, но, наверное, цензура постаралась. А фамилия Бейкер пишется через «э». В описании я размещу ссылку на небольшой сэмпл начала книги. Думаю, что по нему вы вполне сможете оценить, заинтересует вас книга такого рода или нет. Моё мнение, что нужно брать, нужно читать, на 100% соглашаться и верить, может быть, и нет такой необходимости. Но то, что это нечто, что стоит иметь в виду и все время держать это в голове хотя бы на фоне для понимания ситуации, что вокруг вас происходит, что происходит с людьми, как и почему они взаимодействуют, какова динамика отношений между полами, внутри одного пола, внутри семей, особенно сложных семей. В общем, нравится эта теория или нет, но она реально многое объясняет и позволяет делать предсказания, довольно точные предсказания. Робин Бейкер подчеркнуто отстраняется от моральной стороны вопроса, но в то же время и не стоит воспринимать эту книгу как рекламу или объяснение или оправдание для безответственного поведения. Будет лучше отложить свое мнение на этот счет и дождаться прочтения последней главы в книге. И она вполне намеренно оставлена последней. Я не помню, как я нашел ссылку на эту книгу, откуда я о ней узнал. Наверное, я прочитал где-то в англоязычной моносфере. Но я точно помню, что когда ее открывал, я думал, что, ну, я взрослый человек, должен знать, как устроена репродуктивная система, что мужская, что женская. И буквально с первых двух-трех глав Робин Бейкер дает нам понять, что мы не знаем, в общем, ничего. Вообще ничего. Мы знаем набор сказок, которых нам рассказали там в районе 8-9 класса школы, и с тех пор ничего к этому существенного не прибавилось. А вот Робин Бейкер добавляет много новой существенной информации. Я не знаю, это все открыли только недавно или это намеренно скрывается, а может быть намеренно искажается. Трудно сказать. К сожалению, пока доступна только первая книга, но возможно, если эта книжка пойдет хорошо, появится и вторая часть, которую я заранее всем рекомендую. Не знаю, как она будет называться. Наверное, детские войны. А эту советую настоятельно. Она реально изменит ваше представление о мире. Так что приятного и полезного чтения. Всем пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok